Кстати, с нового года заработали новые правила регистрации цен. И на эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем, руководителем управления статистики цен Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан Тлибергеновой Эммой Наримановной. Добро пожаловать, Эмма Наримановна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по каким причинам были введены новые правила регистрации цен? Вначале я бы хотела оговориться о том, что это не совсем новые правила. Они ранее действовали у нас правила регистрации первичных статистических данных. Они были утверждены 11 марта 2016 года и действовали до момента принятия их пересмотра. А пересмотр этих правил состоялся в связи с тем, что были внесены изменения в закон Республики Казахстан о государственной статистике. А именно было добавлено определение регистрации цен и в статью 12 компетенцию полномочного органа была включена компетенция, определяет и проводит регистрацию цен. В связи с этим потребовалось пересмотреть эти правила регистрации цен, существующие на предмет исключения старого определения регистрации цен. И, кроме того, были внесены дополнительные пункты, направленные на усиление обеспечения достоверности и точности регистрации цен. А как и кем будет проходить регистрация цен? Регистрация цен будет осуществляться сотрудниками территориальных органов статистики. Она и осуществляется сотрудниками территориальных органов статистики регистраторами цен. Для этого разрабатывается специальный план мероприятий, график посещения базовых объектов. Руководитель управления статистики цен распределяет товары, перечень товаров, которых необходима регистрация, перечень базовых объектов между сотрудниками, между регистраторами цен. И эти регистраторы выезжают на место и регистрируют цены. При этом они сами отбирают товары представителей, под товары представителей конкретные виды товаров и услуг. А вопрос, на какие именно товары и услуги будет производиться регистрация цен? Регистрация цен производится на потребительские товары и услуги. В настоящее время потребительская корзина насчитывает 510 наименований товаров и услуг. В том числе 166 – это продовольственные товары, 253 – это непродовольственные, и 91 – это разновидности видов услуг. В потребительскую корзину отбираются наиболее массовые товары, занимающие существенную долю, наибольшую долю в расходах домашних хозяйств на потребление. Ну вот, пожалуй. А на какой основе будет браться цена для регистрации тех или иных видов услуг или товаров? Вообще существуют такие способы регистрации, как, например, непосредственное считывание. Если речь идет о товарах, продуктах или непродовольственных товарах, идет считывание цены с ярлыка. То есть непосредственно регистратор записывает цену. Может регистрироваться цена через интернет. Это, например, билет на самолет, на железнодорожную поездку, на сотовую связь производится регистрация цен через интернет. На определенные услуги, например, на услуги салонов красоты, парикмахерских, бань, регистрация цен осуществляется на основе тарифов, утвержденных тарифов. На услуги жилищно-коммунального хозяйства производится также регистрация цен на основе счетов, выставленных потребителем. Хорошо. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Мы продолжаем наш выпуск. До свидания.